Ребят, в этом видео поговорим про боль продукта под названием стек... 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 стейкхолдеры меня не понимают. Стейхолдеры не понимают? Как это выражается? Ну, типа, он такой приходит, там, движ, там, кстати, у нас классная профессия, по ссылочкам в описании. Он приходит, такой, ребята, там, движ, короче, вот смотрите, я тут экономику посчитал, а вот эта фича, она больше всего дает, туда-сюда, а там ребята такие, типа, слушай, ну... Короче, мне сейчас это не надо, мне надо, вот, чтобы ты мне помог кейс мой сделать. Ну, ты идешь, решаешь кейс. Все. Вот она и вся история. Ну, что у нас? Традиционно есть продукты, которые принимают решения, мы их даже не называем продукты, мы их называем топами, да, для упрощения, как бы есть топы, а есть продукты, руки, люди, которые должны понимать, что такое юзерстория, нарезать желание топов на юзерстория, отдать это дело в разработку, проследить, что это будет сделано. Если в этапе коммуникации я тебе не подскажу, а фиг знает, понимают люди, так, друг друга не понимают, а то вот ты по этой части. Ну, короче, топ, типа, газует за свой кейс, который вообще не связан с баблом или с бизнесом. Да и пусть херачат, как бы, денег много, ресурсов людских много, фото много, всего много, даже сейчас. И смысл вообще, ну, черт-чур, берут, что хотят, то и делают. И вообще пофиг. А надо в итоге... Будут последствия, ну, смотри, вот. А навязывать надо свои вот это вот, что, типа, слушай, ну, блин, нет, и топ, конечно, я все понимаю. Да можно, только это не является никаким не узким местом, не ограниченным. Это можно делать или не делать? Может делать правильно, может делать неправильно. Какие последствия, допустим, у любой компании, которая хоть, ну, как-то нормально зарабатывает, там, что если она что-то сделает, не то, что, типа, ребята захотели, выкатили неправильно, что-то у нее будет не так с точки зрения денег, финансов, репутаций. Да нет, в целом пофигу. То есть делают то, делают не то, по барабану вообще. У нас вот этот есть, там, линд-стартап. Ну, рациональный стартап, когда мы говорим, что мы берем, смотрим на потери, и в идеале мы при разработке в стартапах или в интерпрайзе делаем так, что эти потери нулевые, близко к нулевым, что мы не делаем то, что не нужно людям. Да нулевой спрос. Ну, реально. А потому что кому это надо? Ну, серьезно. Потери для кого-то тоже деньги? 100 миллионов вложили, релиза даже нет. Вложили 400 миллионов наружку. Эффект не посчитали. Ну, хотя бы 40. Да и похер, и похер. Ну, то есть в целом по барабану. То есть сейчас, да и даже сейчас и в будущем, это не то, что помогает, не то, из-за чего крупные компании конкурируют. Вот эти тактические победы, это не то, что позволит тебе условно там один телеком резко обыграть другой телеком. А битва на других уровнях происходит. Поэтому вообще какой вопрос был? Короче, топа надо слушать или нет? Или поспорить с ним? Да как хочешь, ну. Вот и он ответ. То есть здесь скорее важна статегия, с которой люди топы именно на рынок заходят. Вот это важно. Там на локальном уровне даже они пусть... Поставка будет долго, там, ватерфолом каким-то ужасным... Хороший пример, тот же самый, снова Тинькофф. Клевый чел, у него в кофандрах вот этот, как, прости... Оливер. Оливер. Первое, что, Оливер, второе стратегия у МакКинзи. И заебись. Ну, и массовый акквизишн. По пиратским метрикам все четенько взял, набрал топовую команду за топовую зарплату. Вот, это правильно. Это правильно. Что там спорят они, между другом не спорят, какие решения на локальном уровне принимаются. Это все менеджится. Вот, поэтому в целом... Ну, можно поспорить, можно не поспорить. Опять же, в зависимости от уровня комфорта. У нас не все предприниматели и не все любят шилов задницы. Вот, некоторые обожают, некоторые нет. Поэтому в целом можно просто делать свою работу. У тебя в любом случае зарплата за счет x-опыта, x-знакомства растает в течение времени. И по барабану. С точки зрения компании, это не то место, где происходит реальный ченч. Поэтому... Пофигу. 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 Вот, на что не пофигу, на стратегию. На стратегию. Вот надо смотреть, что у ребят стратегии... Ну, продакт не может на нее повлиять. Опять же, в зависимости, какой продакт. Если мы имеем в виду топа, то может. И там надо влиять, и там вот надо спорить. Вот прям реально надо. А если мы говорим про какие-то тактические вот эти вот маневры внизу, по барабану что-то происходит. Можно локально что-то улучшить. Вот, там, локальный вот этот вот... Приходят консультанты. Так, вот здесь надо не так, здесь не так. Мы, короче, здесь сделаем ченч, пилотные команды. Херак, херак, херак. Ну, и на уровне, как бы, всей компании, на уровне всего рынка... Осталось то же самое. Не происходит ничего вообще. Ну, то есть, если что-то и происходит, то только, опять же, на уровне стратегии, которая у нас в пятилетнем, десятилетнем, как бы, горизонте. Такие, о, agile, тут, типа, быстро мы принимаем решения, бла-бла-бла. Ну, я был бы рад, если бы у нас в течение, там, года, полутора или чаще была бы ситуация, когда мы могли бы с помощью agile как-то быстро дезараптить рынок. Но, увы, никакой agile нам в этом, в этой задаче не помогает. Вот, поэтому старый добрый бизнес, старый добрый менеджмент, старые добрые стратегии, бумаги, короче, вот это, ну, как оказывается, вот оно делает ченч. Вот, все остальное, оно на тактическом уровне, там, тактические победы, тактические какие-то поражения, ну, в смысле, там, проблемы с поставкой или еще что-то, просто берем менеджером, закрываем, там, подрядчиками, еще какая-то история, там, аутсорсом, инхаус, там, консалтер, обучение, чего угодно вообще, пофиг, ладно, все, ребят, всем спасибо. Надеюсь, это было не особо сильно сумбурно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чего угодно, кликайте, там, лайк, дизлайк, по-брабану вообще. Надеюсь, было интересно.